Праздничные торжества по случаю Дня Республики и Дня Города прошли сегодня на нескольких площадках Казани. Из-за дождя программу несколько скорректировали. Хронология у Алины Хусаиновой. Утром прошли финальные заплывы студенческого чемпионата мира по байдаркам и каноя. Победу российской сборной принесла москвичка Елена Анушина. И даже сильный дождь не стал преградой для победы. Чуть позже на площади перед театром Камала прошел праздник народной культуры «Игра и гармонь». Для участия в концерте съехали самодетельные артисты из более 30 районов Татарстана. Пели и плясали не только участники, но и зрители. Все выступления в разных жанрах и на нескольких интерактивных площадках. Татарской, русской, чувашкой, финно-угорской и других. Зрители могли присоединиться к выступающим. Вместе спеть, сплясать, участвовать в конкурсах, играть на национальных инструментах. Вы знаете, погода немножко, как сказать, подпортила, но настроение у нас хорошее. Все равно мы очень рады. Впервые парк «Черное озеро» стал центральным местом народных гуляний. Здесь была организована традиционная концертная программа, а все пришедшие сюда также могли принять в ней участие. Настроение казанцам не смог испортить даже сильный дождь. Главное, не жарко. Я люблю очень Казань, это очень красивый город. Поэтому я пришла сюда. Под дождь, но пришла. А вот в национальном культурном центре «Казань» прошло торжественное закрытие пятого всемирного форума татарской молодежи. Гуляния завершатся праздничным салютом в 10 часов вечера. Хороший вид на фейерверк откроется с площади НКЦ «Казань». Алина Хусаинова, Эрад Мухаммедянов и Илья Савельев. Вести Татарстан.